В этом уроке я вам расскажу про немую букву И. Она же конечная И. Спросите, зачем же от нее просто не избавиться, если она конечная и при этом еще и немая? Давайте выясним. Как бы странно это ни звучало, но немая или конечная И является рабочей буквой. У нее своя роль, свои обязанности, свои функции. Главных ролей у немой буквы И 5, и пора бы о них узнать. Первая функция. Функция Волшебница. С этой функцией немой И вы уже косвенно знаком. Конечная буква И в простых словах заставляет гласную букву представляться, то есть создавать свой алфавитный звук. Давайте посмотрим слова, сравнивая присутствие и отсутствие немой буквы И. Кеп. Кепка. Кеп. Кейп. Накидка. Плащ. Кейп. Хоп. Подпрыгивать. Хоп. Хоуп. Надежда. Хоуп. Коп. Детеныш зверя. Коп. Кюб. Куб. Кюб. Ктatif. Компания. Компания пригодятся в пространство. Компания. Они. Им. Theam. Тема. Тема. Предмет. Theme. Куит. Покидать. Уходить. Кuyт. Куайт. Довольно. Почти. Куайт. Именно это и называется Magic E-Rule, то есть правило волшебницы E. Вторая функция – функция крайний. Тут надо будет забежать чуточку вперед и рассказать вам одно из простых правил про порядок букв в английских словах. Запомните, в английских словах буква V и буква U не могут быть последними буквами слова. Конечно же, буква V следует этому правилу намного лучше, чем буква U. Вторая склонна создавать исключения, но о них я сейчас рассказывать не буду. Итак, если одной из этих букв грозит оказаться на последнем месте, появляется буква I и берет на себя роль крайнего. Посмотрим примеры. С остальными моментами, связанными с порядком букв в английских словах, я вас обязательно ознакомлю в одном из следующих уроков. Третья функция – функция модификатор. Немая I после букв C и G заставляет их создавать свои вторичные звуки. Для буквы C это звук С, а для буквы G это звук Ч. Без нее буква C читалась бы как К, а буква G как Г. Посмотрим примеры. Полиция – полиция, полиция, лицо, 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 язык, язык, лангвич, стейч, уровень, стейч. Буква I не единственная буква, которая способна повлиять на звучание букв C и G. Об остальных подобных гласных вы узнаете, изучая правила чтения согласных букв. А пока продолжу. Четвертая функция – функция поставщик. Еще одной обязанностью буквы I является обеспечение гласным звуком безгласных слогов. Вы о них уже знаете. Это чаще всего слога, которые образуются по структуре согласная плюс L, I. Например, как слово table – стол, table, или title – заглавие, title. Без буквы I нам было бы проблематично объяснить, откуда в слове взялся второй слог. И, конечно же, нейтральный звук – E. Так что буква I снова спасает положение. Пятая функция – функция Anti-Gemino. В одной из серий фильмов про волшебника Гарри Поттера было заклинание Gemino. Слово, взято с латыни, переводится как удвоение. Эта магия была способна бесконечное количество раз умножить любой предмет. Так вот, конечное анимая I мешает словам единственного числа заканчиваться на букву S. Зачем? И какое это имеет отношение к заклинанию умножения? Буква S в конце слова – это суффикс множественного числа. То есть буква I мешает спутать слова единственного числа со словами множественного числа. Конечно, наивно было бы полагать, что магия буквы I окажется мощнее магии исключений. Есть слова, в которых роль последней буквы играет буква S, и вы такие слова будете встречать. С некоторыми из них вы даже знакомы. Например, как слово bus – автобус, bus. Или слово yes – да, yes. Так как тема зашла про магию исключений, следует заметить, что в английском языке есть слова, в которых конечное I является звучной. Самое необходимое слово с такой патологией – слово кафе. Пишется оно так. Буква I в этом слове создает нехарактерный для себя звук A. А куда ставить ударение, выбирать вам. Если поставить ударение на первый слог, прочитав слово как кафе, вам будут аплодировать англичане. Прочитайте с ударением на второй слог, сказав кафе, станете близким другом американцев. Список похожих слов вы можете найти на сайте. Как могли заметить, немая буква I – это не просто беззвучная гласная буква, и прибавление ее к концу слова не просто прихоть, а необходимость. Она заставляет звучать по-другому как гласные, так и согласные. Это буква, создающая слог, меняющая значение слова и стоящая границей между единственным и множественным. Редактор субтитров А.Семкин